Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня долгожданное видео по запросу пишет нам Настя. Настя Летова, наверное, я надеюсь, я правильно сказала. Она пишет, Селена, расскажи, пожалуйста, свое мнение, размышления по поводу свадьбы, а конкретно, кто должен оплачивать торжество, родители или сами молодожены, как угодить всем и не испортить отношения с близкими. Будет очень интересно послушать твое мнение. Спасибо. С удовольствием расскажу свое мнение по этому поводу, кто должен платить. Вообще, я стараюсь, чтобы у меня в жизни было вообще меньше таких шаблонов, кто что-то должен, кто что-то не должен, а какие-то обязанности. Я считаю, что все должно быть так, как комфортно всем. И я чаще даже себя приношу в какую-то жертву для людей, чтобы им было комфортнее. То есть, если для кого-то что-то есть в жизни важнее, чем это важнее для вас, то почему бы не уступить какому-то вашему близкому человеку и не сделать так, как он хочет. Конечно, все должно быть в рамках. В рамках, опять же, моя любимая фраза, как на гребне волны нужно чувствовать людей, где идет какая-то неадекватная, может быть, оценка, да, для того, чтобы не вели из вас веревки и просто не манипулировали вами. Что касается, кто должен оплачивать свадьбу. Ну, опять же, я не считаю, что есть кто должен, нужно все по средствам. Если у вас парень такой со средним достатком, вы работаете, он работает, то ждать от него, что он оплатит всю свадьбу, это, наверное, было бы неправильно. Вы тогда на равных условиях, вы работаете, вы выбрали себе такого парня, вы работаете вместе, зарабатываете, и вы договариваетесь вообще, как вы хотите это все оформить. Если у мужчины амбиции, он хочет все это сделать, хочет все оплатить, разрешите ему это сделать, это вам только в плюс, да. Если он считает, что должны оплачивать свадьбу вы, например, а не он, то, опять же, если вас это устраивает, если это нормальная для вас политика, конечно, берите и оплачивайте. Если это ненормально, то ненормально. То есть, как должно быть, каждый в отношениях решает сам, так, как ему комфортно. И нет такого, кто должен или не должен. Например, в моем понимании, просто я бы хотела, чтобы так было, чтобы мой мужчина брал на себя все финансовые расходы, потому что я девушка, я не хочу работать, я хочу только творить, и чтобы о деньгах я совершенно не думала. Это как-то вот я обуславливаю тем, что мы беременеем, да, мы сидим дома, мы создаем уют в нашей квартире, мы готовим, убираем такие вот как бы женские, да. И, в принципе, я готова все это делать. Мне это несложно делать для моего любимого человека, но, естественно, мне хочется, чтобы мой мужчина был добыльчик. Я чувствую тогда мужчину в нем, я тогда его уважаю. У меня вот как-то так все сформировалось. Есть такое, что женщина в основном работает, а мужчина выполняет какие-то такие домашние функции, и это устраивает обоих. Если это устраивает обоих, это замечательно. А есть что 50 на 50. Главное, чтобы это устраивало внутри семьи обоих. Поэтому вы просто должны между собой договориться, и чтобы вас это устраивало обоих. Что касается угодить всем. Вообще, что такое свадьба сама по себе, да, мероприятие? На мой взгляд, она устраивается, хотя, может быть, и не так устраивает, ну, как бы я думала всегда, что она устраивается для друзей и родственников. И, конечно, прислушиваешься всегда к тому, что хотят друзья, родственники, что они ожидают, видишь, чтобы их удивить, сделать им праздник, да, потому что... Хотя кто-то, может быть, видит эту ситуацию по-иному, да, что это праздник для двоих, они там в центре внимания, в общем, и все должны вокруг них плясать и прыгать. В общем, это тоже, смотря какого вот взгляда, да, у людей. В общем, я всегда день рождения, какие-то мероприятия, в общем, праздники, всё-всё-всё. Я, даже если я в центре внимания, и это моё событие, я стараюсь делать праздник для других. Поэтому для меня важно, что хочет моя мама, что хочет мои родственники, мои друзья. Я обязательно спрошу, посоветуюсь. И мне хочется в первую очередь сделать для них праздник, чтобы они порадовались за меня, за какое-то событие в моей жизни. Что касается меня, то для меня, ну, не знаю. Наверное, это праздник для двоих. Если бы я хотела что-то для себя, я бы вряд ли, наверное, много людей каких-то приглашала, да. И если это касается двух людей просто, мы бы пошли со своим любимым, да, там, как-то расписались или красиво сыграли, там, в Лас-Вегасе. Ну, ради, я не знаю чего, ради фоток, впечатлений и так далее. Вообще это всё, что касается любви, каких-то таких вещей, оно где-то всё внутри, там. А всё остальное, это такая, ну, мишура, которая, в принципе, просто для каких-то впечатлений. Я не считаю, что это должно быть очень всё так серьёзно, что прям вот досконально. Это должно быть так, это так. Хотя, опять же, у кого что внутри, да, есть люди, которые досконально любят все эти вещи, я их тоже могу понять. Если для них это так важно, то пусть они всё расписывают, пусть они, если для них свадьба, это их что-то, они вот в эту душу вкладывают, они не хотят с этим ни с кем делиться. Кто хочет, тот придёт, посмотрит, да. То, конечно, делайте для себя, и ваши родители должны вас понять, потому что это как бы... Наверное, это, в первую очередь, для вас двоих, для вас самих. И, как вы видите, это всё, наверное, так должно быть. Но по максимуму я бы постаралась угодить всем. Вот. В общем, оценивала бы, насколько какие-то вещи важны мне, да. Если они в 100% мне важны, то я бы, наверное, никому бы не уступила. Но я старалась так, чтобы как можно меньше было вещей, которые так супер-пупер мне важны, за которые я вот так вот держусь, потому что это же мои проблемы, если не получается так, как я хочу, да. Мне бы хотелось больше думать о других. На этом я всегда нацелена, с этим я всегда работаю, чтобы быть внимательной к окружающим. И бывает даже там не в угоду себе, мне дискомфортно, но зато приятно моему близкому человеку, и я от этого радуюсь, получаю удовольствие. То есть я на это нацелена, я так вот живу, я так стараюсь жить. Вот такие мои рассуждения на эту тему. Надеюсь, я ответила на вопросы. Если остались еще вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием отвечу. Вообще эта тема интересная, такая философская, кто должен, не должен, что надо, что правильно, что неправильно. Все это так относительно, и все это так иллюзорно, и я люблю разговаривать и размышлять на эти темы. Поэтому, если появились новые вопросы, обязательно задавайте в комментариях, и, может быть, еще снимем какое-нибудь видео по запросу, такое же философское, интересное, и поболтаем с вами. В общем, что вы думаете, кстати, мои девочки, по этому поводу, и мальчики, если таковые есть, тоже пишите в комментариях. Мне интересно было бы услышать тоже ваше мнение, какую-то свою статистику в голове выписать. Ну, а также ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто впервые попал на мое видео, а мы с вами увидимся в следующем. Пока-пока! Пока-пока!